Продолжение следует... Здравствуйте! Это параметры, связанные с финансированием органов власти, которые предусмотрены в проекте, внесенный мэром. В цифрах это составляет 1 третьего бюджета. Если бюджет у нас на следующий год по расходам предусматривает расходы 775 миллионов, то примерно 250 миллионов — это расходы на органы местного самоправления. Вот это предложение внесло мэр Татьяна Васильевна Федорова. И вот мы рассматривали. Группой депутатов были подготовлены соответствующие поправки по данному вопросу. Мы считаем, что это неприемлемо, когда львиная доля 1 третья. Мы считаем, что это очень большой размер, который идет на финансирование органов местного самоправления. И данное предложение приобрело форму поправок, которую мы сегодня озвучивали на комиссии. К сожалению, председатель Совета данной поправки на голосование не поставил. В связи с чем мы просто были вынуждены покинуть комиссию, потому что мы считаем, что здесь грубейшие нарушения и регламента, и устава города. И в связи с этим считаем, что свое поведение, в том числе со стороны председателя, оно просто неприемлемо и противоречит закону. Тогда какие же поправки были предложены депутатскими корпусами? Мы, в принципе, свои поправки обосновывали, почему это необходимо сделать. Все мы знаем, что часть полномочий была переспределена на окружной уровень. Сейчас последние полномочия по образованию, они перейдут на окружной уровень. Большинство из них перешло еще в начале этого года. Но, к сожалению, в моем понимании, да, это мое мнение, что ни мэром, ни городской администрации не были предприняты меры по сокращению того аппарата, который осуществлял полномочия в полном объеме. Это не было сделано с начала этого года и не сделано это и сейчас. И более того, тот проект, который внесен, как раз предусматривает сохранение работников органов местного самоправления в полном объеме. Как нам сказали, произошло сокращение трех-четырех служащих. Ну, я считаю, что данный вопрос стоит неприемлемым. Вы знаете, я привык, время своей работы, когда я прихожу на работу, я должен выполнять определенную функцию и за это только получать заработную плату. Но когда человек приходит на работу и не выполняет никакую функцию, а получает просто заработную плату, я считаю, что это неправильно. Но вот тот бюджет, который внесен, предусматривая финансирование, он как раз направлен на это. Что кто-то будет работать, а кто-то будет смотреть, как другой работает и получать одинаковую заработную плату. Вот Сергей Анатольевич высказал ваше мнение, хочется услышать ваше мнение по той позиции, которую на сегодняшний момент занимает и как мэрия, а также и часть, наверное, депутатского корпуса? Я абсолютно согласен с Игей Анатольевичем в том, что непозволительно, когда затраты на содержание аппарата администрации составляют более 30%. По моему мнению, эффективное соотношение не должно превышать 10%. Этот вопрос мы подробно обсуждали с коллегами на фракции «Единая Россия». И нами было принято решение поддержать эти поправки и проголосовать консолидированно. Напомню, что фракция в городском совете «Единая Россия» составляет 10 членов. Это две трети совета. Но вопрос не был поставлен председателем на голосование. В нарушении регламента. И потому нам не удалось проголосовать. Мы выразили свой протест. Мы вышли из зала заседания. Собственно, больше к этому пока добавить нечего. Как вы расцениваете действия председателя Гурсовета? Не внесла те самые поправки, которые, в общем-то, должна была сделать в любом случае? Я присоединяюсь к коллегам. И хочу сказать, что действительно сегодня было грубое нарушение. Председательствующего, которое выразилось в полном игнорировании предложения депутатов вынести вопрос на голосование. Просьба вынести этот вопрос на голосование прозвучала несколько раз в убедительной форме. Оно было грубо игнорировано со стороны председательствующего. Я считаю, что наше решение покинуть заседание в протест неуважения депутатам было правильным. Я также хочу добавить, что поправки о сокращении содержания органов местного самоправления уже рассматривались, подробно рассматривались на прошлой сессии, на прошлой комиссии, где было принято решение вынести на дальнейшее рассмотрение эти поправки. Тем не менее, для того, чтобы их рассмотреть еще раз, для того, чтобы подготовить необходимые расчеты для этого, депутатами была заявлена просьба администрации сделать расчеты, соответствующие расчеты к нашим поправкам. Но до сегодняшней комиссии эти расчеты администрации, городской совет нам, депутатам, ни одному депутату эти расчеты не были представлены. Просто, наверное, не сделали. Не знаю почему. Еще одно игнорирование работ, деятельности депутатов. Предложение было вынесено на комиссии, озвучено, проголосовано за него. Администрация обязана была подготовить соответствующие расчеты, однако они не были сделаны и представлены. И повторное игнорирование сегодня на комиссии нашего предложения. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. 2.11.45 наш телефон. Звоните, присоединяйтесь к обсуждаемой теме. Напомню, что сегодня в гостях у нас депутаты городского совета Ольга Питонина, Виктор Крыкалов и Сергей Сверидов. И вот рядом со мной должна была сидеть Ольга Валентиновна Старостина, председатель городского совета города Нарьинмар. Но, к сожалению, на эфир она не пришла. Почему? Мы сейчас вам расскажем. Потому что, приглашая на эфир, мы дозвонились до приемной. И вот давайте, в общем-то, послушаем, что нам там ответили. Городской совет, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит телеканал «Север». Меня зовут Ирина. Мы бы хотели сегодня пригласить Старостину Ольгу Валентиновну на программу «Актуальное интервью», которая состоится в 18.30 по ситуации бюджета. Так, актуально. Это прямой эфир, да? Да, прямой эфир. Так, актуально. Она не в курсе, да, еще? Ну, я так понимаю, что вот я вам звоню. Уточнить, да? Сейчас она освободится? Через сколько можно перезвонить, чтобы узнать? Давайте минут через 10. Не раньше, потому что там как раз обсуждают. Просто получается, что сейчас 6 часов, а в половину уже прямой эфир. Да, я думаю. Все хорошо, я перезвоню. Спасибо. Перезвонили мы через 10 минут, Ольге Валентиновне, и через 15, и через 20, но, к сожалению, так никто и не ответил, поэтому мы сейчас обходимся без комментариев председателя городского совета, хотя очень хотелось бы услышать. Кстати говоря, быть может, вы задавали такой вопрос, Ольге Валентиновне, и почему не были внесены поправки на рассмотрение администрации, Сергей Анатольевич? Ольга Валентиновна сказала подробно, настоятельная просьба была сегодня озвучена, и вот, как было сказано в рамках регламента, председатель обязан предложение депутата вынести на рассмотрение, на голосование. Просто было полнейшее игнорирование, и переход к рассмотрению следующего вопроса. То есть даже без объяснения, грубо говоря, причин. Вот хотела я это услышать. У нас есть телефонный звонок, присоединяются к нам телезрители. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий. Дмитрий, очень приятно. И ваше мнение по обсуждаемой теме? Ну, я хотел бы поддержать позицию депутатов. Мне вообще кажется, что и мэр Нарьян Мары, и тем более председатель горсовета, могли бы с себя начать и сократить свою зарплату. Тем более я вот читал в интернете, что мэру там еще и положено к пенсии, потом прибавка больше, чем 100 тысяч рублей. Мне кажется, что сейчас не то время, чтобы... Так распределять деньги, да? Разжиралась. Да, ну да, совершенно верно. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. 2.11.45 – это прямой эфир. Звоните и высказывайте ваше мнение. Можно пояснить, что конкретно предлагалось вашими поправками? Там же касалось и число командировок, которые должны использовать... Я хочу отметить, что мы начали, конечно, с горсовета, чтобы это было примерно глядно, потому что, да, коль мы депутаты и сегодня работаем в горсовете, хотя на общественных началах, но работаем, мы предложили первоначальной поправкой сократить финансирование по аппарату горсовета и по командировкам. Мы считаем, что сегодня вот в рамках экономического кризиса, в том числе и на следующий год, необоснованно завышено количество командировок председателя. Вы знаете, там даже есть удивительные вещи, которые были удивительны для меня и для коллег-депутатов. Когда мы стали подробно разбираться в командировках, мы поняли, что стоимость проезда для председателя закладываться в бизнес-классы. На сегодняшний день я знаю совершенно точно, что и заместитель губернатора летает эконом-классом, и вот простая арифметика по командировкам аппарата горсовета на сотрудников аппарата была заложена 20 тысяч рублей, на председателя 35 тысяч. То есть на вопрос, почему такая разница, был дан ответ, что это командировки и проезд бизнес-класса. Ну, я тоже считаю, что это врачительные расходы, на это даже тоже председателю мне было обращено внимание. Я думаю, что в данном случае она должна была сама взять в свои руки вот это решение вопроса и хотя бы по командировкам решить вопрос принципиально. То есть по работникам оно могло иметь обсуждение, а в данном случае по командировкам здесь должна быть инициатива от председателя в первую очередь. Узнаете, вот спасибо большое за поддержку, потому что сегодня я об этом говорил, я встречался с избирателями накануне тоже, и сегодня тоже об этом доносил до депутатов и до председателей, до мэра. Моя позиция, в том числе, которую поддержали у нас 7 депутатов, да, сегодня покинуло заседание, 7 депутатов поддерживают эту позицию, что необходимо рассматривать этот вопрос по сокращению финансирования органов местного самоправления. Избиратели единогласно высказываются за то, что это необходимо делать, потому что это неэффективное расходование средств городского бюджета. Простой пример. Проблем сегодня в городе накопилось очень много, социальных проблем. Вводят стоимость бани, мэр для льготных категорий, которые в этом году ходили бесплатно, мэр принимает решение и устанавливает посещение бани 50 рублей. Чтобы льготу сохранить в полном объеме и ходить бесплатно в бане, нужно 4,5 миллиона всего лишь. Те поправки, которые мы подготовили, они на 68 миллионов сокращения финансирования. Соответственно, вот проблема, которая связана с посещением банки. Оставить льготу в том же объеме, президент об этом говорит, что льготы должны быть сохранены в полном объеме. Мэр принимает решение, что эту льготу отменяет бесплатно и устанавливает на уровне 50 рублей. Содержание финансирования заместителя только на зарплату обходится в казне города в 4,5 миллиона. Вот соотношение. Либо мы, как вот сегодня Людмила Павловна отметила, спасибо большое, это как бы... Ульяновская Людмила Павловна. Четыре зама, а руководитель аппарата мы рассматриваем в статусе заместителя, и на финансирование каждого нужно 4,5 миллиона. Приведем простой пример. В районе также сократились полномочия, более того, там остались полномочия по ЖКХ, там 2 заместителя. В городе их почему-то необходимо 4. Перейдем к другому вопросу. Давайте вот мы много раз уже сейчас вспомянули мэра, мы тоже приглашали на эфир Татьяну Васильевну Федорову, вы тоже созванивались, давайте послушаем, что ответили нам в приемной главы города. Мы бы хотели сегодня пригласить на программу «Актуальное интервью», которая состоится в 18.30 Татьяну Васильевну Федорову и депутатов по ситуации бюджета. Сегодня, я не знаю, не уверена. Почему воронщики не подзвонили? Ну, вот, как-то так все оперативно. Просто сегодня прием граждан, и я думаю, что к 18.30 это вряд ли. Сегодня, наверное, не стоит. А прием граждан во сколько, если не секрет? Сейчас уже идет. И до скольки тоже там по времени? А можно меня с ней как-то соединить? Сейчас пока нет. В данный момент у нее идет прием. А когда можно будет соединить? Ну, вот, сейчас будет между приемом. Я сейчас не подойду. Так, а сколько? В 18.30? Да, в 18.30 передайте, пожалуйста, тогда ей просто в срочном, так сказать, порядке. А по поводу депутатов это вам нужно в городсовет перезвонить. Так, сейчас я вам скажу телефончик. Телефончик. Так. 20.39. Это по поводу? Это по поводу депутатов. И мы вам можем перезвонить через 3 минуточки, верно? Ну, не через 3. Давайте я вам перезвоню. Оставьте мне, пожалуйста, телефончик ваш. Нет, я перезвоню вам сама, вот по этому же номеру. Ну, тогда не через 3. Вот я надеюсь, что, быть может, Татьяне Васильевне на приеме задавали вопрос, который мы сегодня обсуждаем, и она в порядке приема отвечала. Так, к сожалению, здесь она нам ничего пояснить не могла. У нас есть еще телефонные звонки. Давайте примем, потому что 3 человека хочет высказаться. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Очень приятно, Светлана. И ваше мнение по обсуждаемой теме? Я абсолютно согласна, что нужно сократить расходы на содержание мэрии и аппарата, потому что одна треть бюджета города должна тратиться на горожан, как не на органы государственной власти. И более того, нужно сокращать не только содержание денежное, но и число чиновников, раз они исполняют меньше полномочий. Вот о чем только что гости, кстати, и говорили. Вот, в моем мнении, спасибо. Вам большое спасибо, Светлана, за то, что позвонили, за то, что высказались. И я приглашаю еще одного гостя. Здравствуйте. Алло. 2-11-45, телефон прямого эфира. Еще один звонок принимаем. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Владимир. Меня слышно? Вас слышно? Говорите, пожалуйста. Я вот что хочу сказать. Я не хочу обижать никого, не хочу обижать наших уважаемых депутатов, но у меня вопрос. Чем так сильно загружен городской совет, что столько денег уходит в бюджетных на содержание этого горсовета? У нас же там почти 20 человек работают, а они все получают астрономические деньги. Это 30 миллионов уходит непонятно на что. Депутаты, вы должны подумать, сколько там должно на самом деле работать людей и сколько на них нужно тратить денег. Вот, пожалуйста, пожалуйста, у меня просьба просто посчитать. Хорошо, сейчас посчитаем, попытаемся. Кто-то комментирует. Давайте я скажу. Да, давайте, Виктор. Ну, в настоящий момент те поправки, которые были внесены Сергеем Анатольевичем, подразумевали сокращение бюджета городского совета более чем на 7 миллионов. То есть по нашему расчету, хотя мы и не можем диктовать количество сокращенных штатных единиц, но мы считаем, что достаточно 9 человек для исполнения функций горсовета в полном объеме и более того, сокращение командировок председателю, аппарату. На депутатский корпус была тоже заложена командировка, но мы решили и от нее отказаться. Те поправки, которые сегодня не были вынесены на голосование председателем, они предполагали сокращение штата и сокращение бюджета городского совета. Есть добавить? Да, давайте. Я хотела бы добавить еще, что для граждан довести информацию о том, что в 2014 году был принят окружной закон номер 95 ОЗО о перераспределении полномочий. В 2014 году с 2015 года 13 полномочий должно было перейти на уровень округа. Для города Наринмара в части образования был сделан переходный период. То есть образование осталось в городе еще на один год. За этот год городская администрация должна была подготовить соответствующие документы, подготовиться и к 2016 году передать полным объемом это имущество для исполнения полномочий в округ, что сегодня на 23 декабря до сих пор не сделано, во-первых. Во-вторых, акцитирую внимание на том, что 13 полномочий сейчас из города ушли, поэтому, соответственно, необходимо было за этот год провести работу по уменьшению, по сокращению численности штатов администрации и органов власти, что также не было сделано в течение всего года. И сегодня мы имеем проект бюджета на таком же уровне практически. Можно я еще два слова скажу? Вы знаете, что меня сильно удивило в рамках этого проекта, когда не совсем корректно поступила городская администрация, ведя забуждение и нас, депутатов, входя, и избирателей наших, говоря о том, что произошло сокращение муниципальных служащих. По факту произошло сохранение в полном объеме количества работников. Просто их переводят из муниципальных служащих в немуниципальные служащие, но сохраняя их в полном объеме. И простой момент я отмечу, чтобы избиратели понимали, что оклад немуниципального служащего даже больше, чем муниципального служащего. То есть вот эти действия, чтобы завести нас с забуждения депутатов и избирателей, якобы мы сократили муниципальных служащих, переводя их с муниципальной службы на немуниципальные, еще и ведет к увеличению расходов городского бюджета, потому что, еще раз отмечу, оклад немуниципального служащего, он хоть на немножко, но выше, чем у муниципального служащего. Понятно, что все ваши поправки, все, что вы делаете, оно направлено только на улучшение жизни жителей города. А какие аргументы приводят те депутаты, которые остались сегодня? Их устраивает позиция мэрии? Знаете, комментировать их... Ну, вот ваше мнение. Я считаю, что это не совсем правильно. Я скажу дальше, да, почему именно наше такое решение было. Я сказал подробно о проблеме, которая связана с банями. Далеко давайте ходить не будем, АТП. Сегодня АТП требует определенных финансовых вливаний, чтобы предприятие сохранилось, не стало банкротом. Тем более того, на сегодняшний день мэрам все еще не принято решение об установлении льготных категорий граждан, чтобы их сохранить на уровне 2015 года. И на это финансирование необходимо в общем составляющем, чтобы установить тарифы и льготы, 35 миллионов. Сегодня их в городском бюджете нет. То есть о чем это говорится? То есть вот наши поправки, направленные на сокращение финансирования органов местного самоправления, 68 миллионов, они покрывали все эти расходы. Сегодня, с 1 января, финансовых средств, чтобы оплачивать эти расходы АТП, их нет в бюджете. Более того, сегодня до сегодняшнего момента у меня нет информации, что мэр это решение об установлении льготных категорий, как сохранить в 2015 году, оно все еще, по моей информации, не принято. Вот чтобы люди понимали, к чему это приведет. Понимаете, вот у нас сегодня сокращение не ради сокращения. Во-первых, первое обоснование это то, что перешли вокруг полномочия, и сегодня того объема функций в городе нет. А второй, у нас сегодня много социальных вопросов к городским бюджетам не закрывается. То есть те гарантии и льготы, которые граждане получали в 2014, 2015, 2013 году, их не предусматривается финансирование в 2016 году городским бюджетом. Вот недавно мы рассматривали по КТС. Сегодня тарифы, уже неоднократно об этом говорилось, на разных уровнях, у нас больше, чем в идентичных городах северных. То есть это приводит всегда пример. И сегодня уже люди, зима еще не началась, люди получают тарифы. Я буквально сегодня с избирателем разговаривал, он просто берется за голову, говорит, тарифы неподъемные. И сегодня мы должны городские средства в том числе вливать в по КТС, чтобы эти тарифы сокращать. Но сегодня ни одного рубля, ни одной копейки из городского бюджета на по КТС не направляется. И этих вопросов сегодня накопилось очень много. И мы предлагаем 250 миллионов городского бюджета на зарплату, одну третью. Я считаю, что это в принципе, даже, вы знаете, я бы, ну это мое личное мнение, я бы назвал это преступлением по отношению к нашим гражданам. Можно еще ясно? Да. Ну, по моему мнению, это неправильно, когда средства налогоплательщиков направляются на зарплаты чиновникам, тем самым ущемляя интересы льготных категорий граждан. То есть это посещение, льготное посещение бань и проезда на общественном транспорте. Эти параллели, они просто видны невооруженным глазом. И по нашему мнению, ну, это недопустимо. Ваша озабоченность, она понятна. У нас готов звук в комментариях, почему не пришла на эфир глава города. Мы узнаем, есть ли у нее такая озабоченность. Я попрошу звук режиссера выйдать в эфир. Приемная глава города. Здравствуйте. Снова здравствуйте. Снова телеканал «Север» вас беспокоит. Да, я поняла. У нас прием граждан. К сожалению, Татьяна Васильевна не сможет принять участие в интервью. Ну, вы ей передали, да, об этом? Да, да, я ей передала, она сказала, что она не сможет. Ладно, хорошо. Спасибо большое вам. До свидания. Всего доброго. До свидания. Ну, вот, в общем-то, прием граждан оказался главнее и важнее, сколько там за определенное время можно принять людей, скольки можно рассказать сразу же одновременно людям, придя сюда в эфир. Время эфирного остается не так уж и много. Только хочется обсудить следующий вопрос. Если не будет решен этот вопрос, который вы сегодня пытались на претензионной комиссии разобрать по бюджету, что дальше будет? Знаете, вот, спасибо за приглашение, возможность высказаться в эфире, чтобы жители города услышали о нашей позиции, потому что, я считаю, по крайней мере, она для меня, в первую очередь, принципиальная, и для коллег, которые поддерживают эту позицию. Я призываю в прямом эфире, завтра у нас будет сессия в 10 часов, Ольга Валентиновна, наверное, смотрит эфир, если у нее есть такая возможность. Я призываю в прямом эфире Ольгу Валентиновну завтра на сессии услышать наши поправки и вынести их на голосование. Я считаю, что это будет правильно сделано. Решение может быть принято по ним. Любовь депутата путем голосования выражает свое мнение. Но это право должно предоставить председатель, это ее обязанность. И я эти поправки завтра на сессии буду повторно выносить. И вот прошу Ольгу Валентиновну в прямом эфире эти поправки вынести на голосование депутатов завтра на сессии. Пожалуйста. Да, со своей стороны хотел бы добавить, что избирателям было бы полезно знать, как депутаты, которых они выбирали от своих избирательных округов, будут голосовать за это решение. Я со своей стороны попрошу о поименном голосовании по данному вопросу. Чтобы избиратели знали. Ваше мнение. Я абсолютно согласна с моими коллегами и с нашей инициативой. Я считаю, что мы правильно поступили. Мы пойдем до конца, будем выдвигать наши предложения, за них голосовать. Призываем всех депутатов остальных нас поддержать в принятии этого решения. Ну вот, тем не менее, мы сейчас пригласили и горожан, да, и обратились к председателю городского совета. Хочется озвучить все-таки те последствия, которые будут, если ваши поправки не будут учтены. А быть может вы также игнорированием, в общем-то, этой комиссии поступите, да, уйдете. Вот что будет, если не будут эти поправки? Я могу пояснить. Дело в том, что на комиссиях председатель городского совета выдвинуло другое предложение о внесении изменений в этот бюджет, уменьшить содержание органов власти всего на 7%, что составляет в итоге 16 миллионов. Она, я думаю, что также будет выносить эти поправки на обсуждение депутатов на сессии и покажет работы депутатов, какие поправки пройдут, какое предложение пройдет. 7% или 30% для того, чтобы сохранить иные, чтобы можно было эти деньги пустить на иные социальные нужды, которые сегодня есть в городе. Ну а вот если не проходят ваши поправки, то есть их просто даже не выносят на рассмотрение, тогда что? Ну вы знаете, я считаю, что, во-первых, их обязаны просто вынести и других вариантов просто не дано. Завтра будет прокуратура, и этим действием прокуратура тоже может дать оценку. Я считаю, что они как раз наблюдают и надзирают за соблюдением закона. В данном случае председатель, у нее хоть есть и права и полномочия, отличающиеся от простого депутата, но регламенты, законы она должна соблюдать, обязана соблюдать председатель. И я думаю, прокуратура на это укажет. Ну, знаете, да если поправки, которые мы сегодня озвучивали, они не будут завтра вынести на голосование, я уйду с сессии и обращаю внимание коллег, что нужно так же поступить, потому что, ну, как игнорировать мнение депутатов, которое основано на мнении избирателей, я считаю, что это, я уже сегодня говорил, это просто преступно. Ну а сколько депутатов должны проголосовать за принятие постановления о бюджете 2016 года? Достаточно 8 голосов. То есть у вас 7 инициаторов, если вы покидаете, грубо говоря, то уже? Ну, если 7 человек покидают зал, соответственно, кворума для принятия решения на сессии нет. Чем щевата не принятие бюджета, вот именно завтра бюджета? Я почему такие вопросы задаю конкретно, чтобы люди понимали всю ответственность. Вы знаете, вот то бездействие, о котором я говорю уже неоднократно со стороны мэра и городской администрации, в данном случае, когда обоснованные поправки идут у депутатов, их не слышит ни мэрия, ни председатель горсовета, это приведет к простым последствиям, будет финансирование 1.12 от бюджета этого года. И те раздутые штаты, они просто останутся. И это тоже неприемлемо. Я считаю, что здесь должно быть консолидировано решение, консенсус найти. И все-таки и мэр, и администрация городская, и депутаты горсовета должны нас услышать. Мы готовы к обсуждению наших поправок. Сегодня нам даже не дали возможность их обсуждать. Их просто не вынесли на голосование. Есть что добавить к словам Сергея Анатольевича? Вы знаете, вот жители города должны понимать. Либо мы деньги направляем на финансирование чиновников и платим ему зарплату за то, что они большинство из них, да, ну, за 30% ничего делать не будут. Либо мы эти деньги направляем на социально нужных горожан. На проезд льготный, на посещение бань. Конкретно, да, на что? У нас сегодня мэрия не предусмотрела выплаты, которые были традиционно молодым людям, которые возвращаются из армии, подъемные. Они просто их в бюджет следующего года не внесли по каким-то причинам. По настоятельной нашей просьбе они стали это рассматривать. Спасибо депутатам, которые эту позицию поддержали. И так по многим позициям. Вот мы все деньги на зарплату, а льготы социальные, ну, мы уж подумаем в десятом раз где-нибудь. Вдруг деньги где-то появятся. Также не были предусмотрены деньги на субсидии для малого предпринимательства. Были ограничены эти статьи расходов существенно. Сегодня мы все знаем, что у нас в городе и в округе просто необходимо развивать малое и среднее предпринимательство для того, чтобы у нас развивался... Ну, это задача поставлена президентом. Конечно. И мы должны думать о том, чтобы сегодня эти статьи финансировались. Сегодня на части финансирования это у нас не предусмотрено в проекте бюджета. Вот эти слова, они очень важны сейчас для горожан, потому что конкретно, когда мы говорим о тех или иных направлениях, вот тогда приходит понимание, потому что цифры, они, цифры, да, это экономисты понимают больше. Я думаю, что это замечательное завершение эфира. Сейчас мы дали пищу для размышлений, для граждан, и то предложение, которое озвучила и Сергей Анатольевич, да, по завтрашней сессии. Я думаю, что каждый сам для себя решит, какую позицию занять во всей этой истории, как себя повести. Я вас благодарю за то, что вы пришли в программу «Актуальное интервью» в прямой эфир. Вот так вот с колес мы оперативно обсудили эту ситуацию, возникшую. На самом деле она очень серьезная. Благодарю вас. Вам спасибо огромное, что такая возможность предоставлена, и что мы свое мнение смогли донести до горожан, до наших избирателей. А я напомню, что в гостях у нас были депутаты Ольга Питонина, Виктор Кыркалов и Сергей Свиридов. Всего доброго и удачи вам при применении бюджета. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Увидимся.